Друзья, я решила вернуть свою рубрику «Видеодневники». Этот формат видео теперь будет выходить в моей творческой группе на Бусти. В данных видео я делюсь с участниками творческими процессами, рассказываю про все продажи, которые у меня случились, делюсь интересными историями и находками. Сейчас в группе уже можно найти два эпизода, а третий уже на подходе. Мне всегда есть, что рассказать, поэтому они выходят довольно часто. Увидимся в творческой группе. А сейчас небольшая нарезка. Я покрасила рамку в белый цвет. Вот для этой работы буду оформлять и отправлять. Купили в нашей группе творческой. Наташа, спасибо за покупку. Вот что значит, друзья, когда работа вам нравится. Ее покупают художники. Поэтому пишите то, что вам нравится. Крашу вот такой вот краской. Влю Руа я ее покупаю. Белая, универсальная, без запаха, глянцевая. Мне нравится глянцевая. В общем, она бывает матовая, бывает глянцевая и бывает полуматовая. По-моему, вот так вот. А вот глянцевая красная написана, я не вижу. Мне нравится только глянцевая. Матовая очень неукрывистая. То есть, приходится в два раза красить. Еще и трещинки на матовой появляются. Полуматовая тоже мне не нравится. А глянцевая прям вообще идеальная для этих гипсовых рамок. Просто хочется подекорировать, посмотреть, что получится. Ну, нравится мне это занятие. И не жалко мне на это время. Многие жалеют мое время, которого и так нет. Что делать? Нельзя, друзья, заниматься одними тем же. Каждый день, целый день, без перерывов. Нужно отвлекаться, иначе у вас наступит творческое выгорание. Я отвлекаюсь вот таким способом. Декорируя разные рамочки. Еще вот такая вот третья. Зайчиха тоже в шляпке. Я ее уже третий раз повторяю, получается. За месяц. Вот. Что еще написала? Такой вот ангелочек. Сейчас свет неудачно еще падает, поэтому текстура сильно видна, на самом деле. При вечернем освещении или искусственном не так сильно выделяется. Так. И еще вот такой зайчик. Вот это последняя работа, которую написала за последние два или три дня. Да, больше ничего вроде новенького пока нет. Тоже такая приятная неожиданность произошла. На фейсбуке каким-то образом картина, которую я выложила больше года назад, участвовала в аукционе. Вот эта вот работа. Миниатюрка, маленькая работа. 14 на 18 сантиметров. Написано на картоне. И по ней вдруг начались какие-то торги. Я вообще была удивлена. Я ее выставила за 500 рублей. Это цена каталога. То есть она у меня в каталоге миниатюр, поэтому я за 500 рублей и выставила. В каком году это получается? 16 мая 23 года. Вот больше года назад я ее выставила, и только вот недавно по ней начались торги пару дней назад. И вот девушки, да, вот Марина вставка была, Татьяна вставка. И выиграли за 1400 рублей. Поздравляем вам. Картин уходит за 1400 рублей. Я так была удивлена. Девушка мне сразу же написала личное сообщение и еще попросила еще одну работу продать. Оформила она вчера две картины. Глазики. И все-таки выбрала полностью черные рамки. Поэтому я крашу теперь вторую рамку, тоже чисто в черный цвет. И оформлю. Вот так вот они будут потом выглядеть. Получается за 1500 две маленькие рамочки с глазиками. И сейчас вот хочу еще порисовать новые глазки. Ну что, друзья, попробуйте найти отличия, какая покупная, а какая отлитая из нашего самодельного молда. Я прям вообще в восторге, как у нас получилось. В общем, вот эта вот гипсовая получается рамка, это исходник, который я покупала на Валбрис за 600 с лишним рублей. Да, вот полочку пришлось пластилином залепить, иначе бы не получился 3D-молд. Не знаю, может быть и получилась бы эта полочка в этой силиконовой форме, и можно было бы выливать, так как форма небольшая, отливка небольшая. Но я что-то решила не рисковать и сделала все литым. Тут я уже задекорировала золотой, золотым акрилом сверху, патину эту черную сделала. И вот, в общем, я очень довольна. Не знаю, буду ли я продавать эти рамочки, слишком уж они маленькие, на изображение 7 на 7 сантиметров. Друзья, новый отчет по продаже. Вот эти вот пиончики сейчас купили на Авито за 2000. Большая овальная рамка. Я их писала в серии. Думала, девушка купит сразу же 3, ей надо было. Мы даже фотоколлаж делали в интерьере, но она куда-то пропала, поэтому я их выставила. И вот сегодня одну из них забрали. Через постамат завтра я ее отправлю. У нас свет выключили. Уже сколько? Шесть вечера, наверное. И паспорно. Так что не буду дальше продолжать писать. Вот очередную работу начала из своей мистической серии. Потом расскажу про нее поподробнее. А сейчас займусь тогда упаковкой новой работы для отправки. Так, друзья, у нас очередная распаковка. Сейчас я покажу, что там. И это ботинки! Нет, это не ботинки. Мне ботинки. Давай, открывай. Картон ты заказала? Да нет же, не картон. Друзья, это очень красивые багетные такие рамки. О, подвеска. А, подвес для рамок. В общем, вот такие вот небольшие рамки. Я хочу отлить из них силиконовые молды. Ну да, молды силиконовые. Вот для этих рамок, чтобы потом отливать гипсовые. И красить в нужный мне цвет. Так, давай третью посмотрим. А третья чуть побольше. Это 21 на 15 сантиметров. То есть половинка четвертого формата. Так вот они смотрятся. В общем, вот. Один раз у меня уже был опыт заливки молда из силикона. Сейчас буду пробовать еще. Просто мне вот не хватает квадратного формата. Я люблю квадратные картинки писать. Небольшие. А рамок у меня нет. Теперь, надеюсь, будет. Это первая отливка из сделанного молда. Гипс использовала детский. Дома просто был только детский. Не хотелось идти и там на улицу этот Г-16 замешивать. Поэтому вот получилось совсем вот так вот неровно. И то она имеет какой-то шарм после того, как я ее покрасила. Такая как бы состаренная. Вот. И такие вот работы получаются небольшие для нее. Можно разными цветами красить. Но мне захотелось вот золотую окантовочку. Можно окантовочку сделать вот здесь или посерединке попробовать. В общем, можно вообще экспериментировать. Я очень довольна, как получилось. Эта рамка. Единственное, гипс нужно, конечно, использовать нормальный Г-16. Не этот, детский.